вот такой вопрос мы задали в моей группе в телеграм я вам сейчас все очень просто объясню каждый кто куда-нибудь жил женщины знает что у любой женщины очень много одежды и обуви гораздо больше чем у мужчины и большую часть из этих вещей женщина не носит как говорят сами женщины вешать некуда надеть нечего тут возникает вполне естественный вопрос а зачем тогда женщины все это скупают в таких огромных количествах ответ на самом деле очень простой пока вещь висела на витрине в магазине она женщине нравилась женщина представляла себе как она будет в ней выглядеть но после того как женщина ее купила и вещь стала принадлежать ей она и разнравилась и когда мужчина спрашивает у женщины зачем ты накупила столько барахла если все равно это не носишь она обычно отвечает я это купила чтобы купить а не чтобы носить мужчины оценивают вещи с точки зрения функциональности даже если вещь старая но хорошо выполняет свои функции мужчина не будет его выкидывать покупать новую. А вот женщины оценивают вещи и людей с точки зрения тех эмоций, которые они у них вызывают. Но эмоции вызывает только новая вещь в тот момент, когда вы ее покупаете. То есть в тот момент, когда она становится вашей. То есть эмоции вызывает даже не сама вещь, а то, что права собственности на нее перешли теперь к вам. И на этом эмоции от новой вещи, как правило, заканчиваются. Дальше вы ей просто пользуетесь. Но женщина не хочет, чтобы эмоции заканчивались. Она хочет получать их постоянно, а поэтому ей постоянно приходится покупать новые вещи. И все то же самое с мужчинами. От мужчины женщина в первую очередь хочет получать эмоции. И самые сильные эмоции у женщины вызывает тот мужчина, который пока еще ей не принадлежит. Но после того, как у женщины с мужчиной начинаются так называемые отношения, она сразу теряет к нему интерес. Как бы сильно она его до этого не хотела. Ведь мужчина уже не новый, и он не вызывает у женщины прежних эмоций. А поэтому женщина отправляет его в шкаф ко всем остальным вещам, которые ей не нравится и который она не носит.